Краснопольский район расположен на юго-востоке Могилёвской области. Площадь района 1223 квадратных километра. Численность населения 9713 человек. Административный центр Краснополья. На территории района расположены три памятника природы местного значения. Дубраво-селище, урочище-костёл, ботанический сад имени Ивана Зотова. Пять благоустроенных зон отдыха. Разработаны три туристических маршрута. Под охрану взяты места обитания медянки, занесённые в Красную книгу. Из охраняемых растений встречается черенша. Седыми стражами стоят над речкой сенной могучие дубы. Некоторым лет по 200, а то и больше. 16 исполинов разместились на полутора гектарах старого леса. Называется это удивительное место – Дубраво-селище. Достоверно неизвестно, почему название пошло селище. Но на самом участке земли здесь произрастают даже яблони. Никто не может понять. Возможно, некогда, когда-то здесь было поселение людей. Интересно и то, что стоят дубы-колдуны по кругу. Словно охраняют это место. Кстати, в 90-х прошлого века Дубраво-селище объявили памятником природы местного значения и взяли под охрану. Здесь нельзя разжигать костры, парковать автомобили, заниматься хозяйственной деятельностью. А вот любоваться древними дубами можно сколько угодно. Чтобы добраться до селища, нужно точно знать маршрут. А этот необъятный красавец виден издалека прямо с дороги. Стоит дуб-одинец в придорожной зоне отдыха «Колынец». Любой путник может увидеть и оценить его мощь и размеры. Есть такая интересная задумка у нас в инспекции – взять этот дуб под охрану. Потому что он действительно уникален. Сам по себе вы видите, он прекрасен, огромен. Таких деревьев у нас довольно-таки редкость сейчас в нынешнее время. А тем более он находится в придорожной полосе. Все видят, все знают, отдыхают, приезжают сюда, все восхищаются им. Он действительно сказочно хорош. Вполне возможно, в Краснопольском районе скоро появится свое лукоморье с зеленым дубом, золотой цепью и ученым котом. Ребята, мы с вами сегодня познакомимся с книжной выставкой, которая называется «Голубая планета Земля». С ее разделами. Первый раздел у нас называется «Удивительный мир растений». С удивительным миром растений и животных ученики Краснопольской средней школы знакомятся с первого класса. А начинается все на третьем этаже – экологическом, где малыши постигают азы природоведения, понятной для них игровой форме. Ребята постарше сами многое могут рассказать о природе родного края, даже экскурсию провести. В данный момент мы находимся в первом зале нашего музея. Он начинается с диорамы «Человек в мире и природы». Эта диорама – это полное представление о растительном и животном мире этого времени. И доказательством этому является вот этот вот замечательный стенд, в центре которого медведица находится со своим выводком. Рядом вот по всему периметру есть животное – это лось, дикие кабаны, лисица, бобер, нотовидная собака и также разнообразные лесные птицы. И очень важным этапом является эта практическая деятельность. У нас на базе школы создано школьное лесничество. И уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем с Краснопольским лесхозом. Наши дети, взрослые, уже работают там. Они, конечно, там и зарабатывают, но в то же время это является очень важным аспектом в экологическом воспитании детей. Они учатся любить природу, ценить природу. Старшеклассники из Краснопольской школы – помощники работников лесного хозяйства. Летом они трудятся в питомнике лесхоза. В летнее время у нас устроен трудовой лагерь. Основная цель – это экологическое воспитание нашей молодежи, чтобы они видели, как нелегко все-таки вырастить лес, особенно с малого возраста. Они занимаются у нас прополкой школьного отделения, посевного отделения. Ну и параллельно интересуются, как лес растет. Здесь их учеба продолжается, и знания дает сама природа. Здесь мы не только полим, но и понимаем, что нас окружают в будущем. Мы понимаем, что вот эти вот из маленьких елочек вырастают большие, и в будущем наши дети будут пользоваться этим лесом. Все начинается с детства. Уважение к старшим, верность друзьям, долг перед семьей, бережное отношение к природе и любовь к родному краю. Еще пару лет назад здесь было чистое поле. Сегодня растут яблони и груши, ежевика и малина, голубика и смородина. Этот питомник почти на 5000 саженцев по Чаповской школе появился благодаря победе в конкурсе. Заложили его в 2015-м при финансовой поддержке Глобального экологического фонда и Международного фонда развития сельскохозяйственных территорий. Питомник уже дает свои плоды. В прямом смысле слова. В нынешнем году на реализацию саженцев школа заработала 700 рублей, которые пойдут на развитие ее материально-технической базы. А еще питомник – это практическая площадка для экологического воспитания почаповских школьников. Наши дети уже умеют черенковать смородину, разводить. Мы уже в этом году продавали свою и уже ягоды первые появились. Именно не ту, которую закупали, а наша, своими руками выращенная. Дети умеют обрезать деревья, обрезать фруктовые деревья и кустарники. Проект этот в большей социальной направленности. Ежегодно 10 семей получают от нашего питомника саженцы плодово-ягодных культур, этим повышая свою финансовую стабильность семьи. Проект, главная цель которого – предотвращение деградации земель и улучшение экологической обстановки в районе, курирует созданный год назад местный фонд развития «Старт-Восток». Победа в конкурсе программы малых грантов Глобального экологического фонда принесла большую пользу. Сумма привлеченных ресурсов составила 50 тысяч долларов. И это только один пример. У нас наработан банк данных. То есть мы как фонд собираем любые поступающиеся инициативы от населения. И уже порядка как минимум 10 инициатив, которые можно переделать в проекты, в банке данных в нашей организации есть. На очереди реализация проекта «Мастерская местных экологических инициатив». Он охватывает не только Краснопольщину. Решить насущные экологические проблемы смогут и другие районы Монгилевской области. Святой источник, намоленное место. Крыница в честь Иоанна Претечи давно известна и почитаема. Когда-то ее живой ключ бил в деревне Мхиничи. После чернобыльской трагедии люди отсюда уехали. Деревни не стало. Родник остался. Паломники по-прежнему идут к нему. Пару лет назад крыницу благоустроили всем миром. Совсем скоро рядом с ней откроется новый храм. Вода здесь прекрасная, вкусная. Многие ходят легенды о чудотворных свойствах этой воды. Пройти посмотреть в купели, там никогда пол не бывает сухим. Постоянно кто-то приезжает, набирает воду. В христианские праздники очень людно. Как и на кранице близ деревни Выдренка. С ее легендарным деревянным храмом, построенным без единого гвоздя больше века назад. А этот чудо-родник бьет в месте уникальном. Называется оно урочище-костел. Но в народе больше известно, как ясеневая роща у деревни Горы. В Могилевской области она единственная. Здесь на 4 гектарах растут 30-метровые ясени. Роща – памятник природы местного значения. Кстати, краничка не менее легендарная. Вот уже две сотни лет люди собираются сюда на десятуху, чтобы попросить у святого источника исцеления от хворей и здоровья для всей семьи. За водой приезжают к нам со всего района, просто ради того, даже чтобы просто пить воду. И обязательно приезжают, вот когда дети рождаются, приезжают брать воду, купать ребенка первый раз. Обязательно к нам за водой. Родниковую воду не даром называют живой. Она слышит и чувствует. И отвечает на искренние просьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова